На днях мой тайный агент под покровом ночи пробрался в офис компании 1С Entertainment и выкрыл помимо годового запаса шаурмы еще какие-то бумажки. Надо же было во что-то шаурму заворачивать. Этими бумажками оказались тайные сведения о грядущей игре Kings Bounty 2. И раз уж шаурмы мне все равно не досталось, давайте хоть расскажу об игре. Если всерьез, то конечно эти сведения не являются какой-то уж прям великой тайной, вы наверняка уже все это слышали в новостях игровой прессы. Однако мне было очень интересно взглянуть на новый проект с такого вот необычного ракурса, тем более что к этой серии у меня особые отношения. Видите ли, давайте честно признаем, российский игропром находится в стагнации и упорно не желает оттуда вылезать. Если раньше, просматривая образы какой-нибудь Мэдисона на трэш, можно было усмехнуться, мол, ну что ж вы хотели, ломать не строить, у них вон как долго все это развивалось, то сейчас это уже не актуально. Извините, прошло 20 лет, а у нас конь не валялся. Валялись только несколько действительно достойных проектов, да и то, именно что валялись в прошедшем времени. Наши качественные игры можно по пальцам пусть и двух рук, но все же пересчитать. Например, вот перезапущенная вселенная героев Меча и Магии, которые все же присвоили зачем-то цифру 5 в серии, хотя по идее она должна была начать отсчет с нуля. Пятые герои вышли действительно отличными, затем заметно деградировали в шестых, причем нехило так, у меня же челюсть под стол укатилась, это просто позор. А судя по тому, что я слышал о седьмой, надежды на героев нет уже никакой совершенно, увы. Если честно, в эту категорию я записал эсирию Кингс Баунти, как и выяснилось зря. Говоря о ней, почему-то принято делать умное лицо и упрекать рассказчика в том, что, мол, ты слишком молод, ты не знаешь, что настоящая первая Кингс Баунти вышла аж в 1990 году под идейным руководством Джона Ван Каннингема. Именно Кингс Баунти породила линейку Героев Меча и Магии, за которую также отвечал этот человек. Да, все это прекрасно, но извините, какая бы игра ни была замечательная, игровая мысль не стоит на месте и многие моменты уже не дадут по-настоящему насладиться этой игрой. И вообще, мы же ведь именно для этого покупаем дорогущие компы и видеокарты стоимостью с половиной, не знаю, там, старой машины и приставки новые, да, чтобы поиграть в игру, выпущенную под Командор 64. Поэтому в 2006 году из-под пилы российских разработчиков вышел ремейк игры с одноименным названием и приставкой Легенда Рыцаря. Это был действительно ремейк в полном понимании этого слова. Корневой геймплей остался тем же, но вот от прежней атмосферы, от вселенной, от игрового процесса в куче деталей не осталось ничего. Это старая идея в новой обертке. В отличие от пятых героев, Легенда Рыцаря, как и в 90-х, решила немножко отличиться от героевской линейки по ряду геймплейных фишек, однако она осталась тактикой стратегической игрой. Что еще необходимо отметить, так это тонну юмора. В общем-то, мир игры был несерьезен, там обстебывали все и вся на каждом шагу. Было действительно смешно, но все же Kings Bounty любили раньше не за это. Однако игра вышла на славу, очень качественная и достойная. Успех был закреплен продолжением Kings Bounty Принцесса в доспехах, вышедшим через три года в 2009. А еще через пять лет в 2014 вышла Kings Bounty Темная Сторона, где повествование велось от лица Силы Зла. И все эти принцессы и Силы Зла можно было бы назвать либо качественными аддонами, либо спин-оффами, что ближе, наверное, к истине, как тот же Химера Скват для линейки XCOM. Они не являлись полноценной второй частью. Она, эта самая вторая часть, долгое время не анонсировалась, отчего у многих и создалось впечатление, что проект похерен, как и герои. Но в 2019 году анонс таки состоялся. Kings Bounty 2 быть. И не просто быть, а быть очень скоро. Я взглянул на закрытую бету, задал вопросы, которые вас интересовали. Не все, конечно, их было очень уж много. И составил картину. Если вам неинтересно все это слушать и хотите сухо и вкратце, то думаю, что получится нечто очень интересное. Проект и правда выглядит многообещающе. А теперь расскажу подробнее. Говоря о второй части, сразу нужно отметить несколько вещей. Во-первых, разработчики считают, что ремейк линейки Легенда Рыцаря был интересным, но слишком уж несерьезным. А им хочется создать и развить свою серьезную вселенную в стиле хай-фэнтези. Именно поэтому новая игра никак не будет связана как со вселенной перезапуска, так и с оригинальной вселенной. Однако косвенно можно сказать, что все-таки с оригиналом она так или иначе связана. Джон Ван Каннингем лично когда-то общался с разработчиками и рассказал им, как примерно видит продолжение Kings Bounty. Я вам даже больше скажу, он его именно что реализовал. И знаете в чем? В четвертых героях меча и магии. Неожиданно, да? Для меня да. Конечно, у разработчиков второй части свое видение игры, да и разработчики совершенно уже иные. Есть несколько человек, разрабатывавших ремейк, но в целом команда совсем другая. Но некие идейные и возможно иные элементы они все же ставят именно такими, какими их видел создатель линейки игр. Поэтому можно не кривя душу и сказать, что новая игра будет идейным наследником оригинала. Пусть в итоге и выглядеть она будет не так, как другие ожидали. Также важно отметить, что создатели относятся к своему проекту прагматично и бережно. Прагматичный подход разработчиков заключается в том, что они здраво оценивают место игры в индустрии. То есть они не готовят убийцу Ведьмака или, судя по дизайну первой же локации, Dragon Age 3, да? Или любого другого проекта, которому призвано утереть нос грядущая игра. Нет. Они просто хотят создать что-то качественное. И если получится, развить и доработать идеи. На ум сразу же приходят эти проекты с их Ведьмаком, который тоже начинал с малого. Посмотрите, как кончил. И я не про черных дриад сейчас. Впрочем, о том, как кончил Ведьмак, как-нибудь в другой раз. Бережный же подход заключается в том, что как раз геймдизайнерская мысль на месте не стоит. И жить в прошлом глупо. Старые механики должны совершенствоваться, поэтому они желают видеть эволюцию продукта. В отличие от революции, которую прочили четвертым героям. Как вы помните, революция состоялась, только далеко не все ее оценили. И создалась шумная буча, переросшая в гражданскую войну фанатов. Kings Bounty 2 постарается остаться именно Kings Bounty. Но также постарается избавиться от упоротого олдскула, за который сегодня принимает все. Включая байги, недоработки и основанные на технических ограничениях решения. К этому еще вернемся. Но пусть эволюция менее революционна, чем революция. Господи, срочно в фон золотых цитат меня. Все же спорные решения будут. Спорные не потому, что идиотские, а потому, что люди, особенно преданные какой-то идее, любое изменение принимают в штыки. Что тут поделать? И первой на штыки напорится серьезность игры. Создатели намеренно хотят сделать игру серьезной, отойдя от бесконечных потоков юмора. Нет, совсем держи морду, игра не встанет. Юмор там будет, но очень дозировано. Например, интересные пасхалки, забавные сайдквесты, намеки на прошлые игры серии. Но если помните, легенда о рыцаре и дальнейшие игры сплошняком состояли из тёба. Это была одна из фишек игры. От этой фишки разработчики решили избавиться. Думаю, они хотят, чтобы получилось нечто похожее на ведьмака, где вселенная серьезная, как бульдожья морда, но и поржать всегда можно найти над чем. Хотя тут меня поправили. Все же, ведьмак это дарк фэнтези с кучей чернухи. Те, кто играли в игры, но не читали книг, поверьте, там её сильно больше, чем вы думали. Не игра престолов, конечно, но всё же. А Kings Bounty 2 будет хай фэнтези. Серьезной, но без вот этой вот бесконечной грязи. Она по жанру будет ближе к властелину колец, как говорят разработчики. Возможно, даже к свиткам или к тем же Dragon Edge. Кстати, этот момент будет также подкрепляться тем, что рейтинг у игры 12+. То есть кровики, шок и голых жоп не будет. Впрочем, этого добра в каждой пятой игре сейчас навалом, так что не страшно. В качестве эксперимента вполне оправданное решение, ведь неизвестно, чем вся эта авантюра закончится. Кстати, если вам показалось, что я кручу одни и те же нарезки, то вам не показалось. Количество предоставленного видеоконтента ограничено, так что не обращайтесь на это внимания. Также меня заверили, что графическая игра выглядит уже не так, как мне показали, так как декабрьский билд на тот момент ещё был закрыт для разглашения, и в отличие от ноябрьского, там всё ещё красивее. А то, что вы видите на экранах, это ещё более ранний билд. Короче, всё оно выглядит не так, как тут. И если судить по ранним роликам, всё действительно меняется к лучшему, что и подтвердили разработчики. По их словам, игра уже практически готова, и сейчас идёт активный бета-тест. Надеюсь, там окопался какой-нибудь дотошный ксенобайт. Контентная игра уже готова, и если будет что-то добавляться в этом ключе, то по минимуму. Одно из направлений активной доработки сейчас — это именно графика и анимация. Я не специалист по низотропной фильтрации, знаете ли, но в принципе то, что я увидел, выглядело довольно-таки неплохо само по себе. Наверное, потому что я ожидал худшего. Правда. Вообще. В ожиданиях вся проблема, а не в графических стандартах. Ну, по крайней мере, не только в них, да. Потому что первый ведьмак не дотягивал до них. Кому не насрать, вот честно. Обещает прикрутить текстуры 4К разрешений. Я по этому поводу, кстати, часто слышу недовольство, был. Посмотри статистику в стиме, люди играют на таких машинах, что и маяква дождит, и не всем наступен. Кому нужно это нафиг 4К, да? Ну, вот вспомните эти слова лет через 5, через 10 или 15, когда новинки станут уже ретро-классикой. И переигрывая в них, вы будете радоваться. Вот какие предусмотрительные разработчики. В это хотя бы можно играть, не морщась от древней графики. Ну, это все при условии, что лет через 15, новинки не будут сплошняком переизданиями ремейков и ремастерами переизданий ремейков. Но это я отвлекся. Хочу надеяться, что хотя бы в этой игре разработчики потянут по 4К, еще и интерфейс, сделав возможность его скалирования. Потому что задолбало пялиться в крохотные буковки размером в 4 раза меньше, чем надо бы. Что за дела? 2020 год. Ладно. Порадовало приближение, над ним тут сильно поработали. Вообще процесс теперь больше похож на РПГ со стороны, чем на тактическую стратегию. Ну, по крайней мере, в режиме путешествия. Зато вот что сразу бросилось в глаза. Очень неплохая прорисовка волос. Вот тут мне есть с чем сравнивать. Например, с Фаллен Ордером. До него он, конечно, не дотягивает. Но было бы странно, если бы дотянул. У ордена бюджет волос на персонажах выше, чем бюджет всей Kings Bounty 2. Хотя, конечно, волосы это не главное в игре. Дизайн локаций немного напомнил Dragon Age 3. Но, скорее всего, потому, что и тут и там в начале есть некая крепость. Ну, на самом деле, все же некое сходство с локациями Dragon Age 3, как бы меня не переубеждали, я углядел. И не то чтобы тут было чего стыдиться, это же не их копия. Просто хоть и это и разные движки, механика взаимодействия персонажа с окружением действительно похожа на Dragon Age. Впрочем, на этом сходство с ним заканчивается. Посмотрев на показанные локации, я сделал вывод, что дизайнеры едят свою шоурму не зря. Глазу действительно есть за что зацепиться. Видите этого красавца? Это главный герой. Кого он вам напоминает? Мне лично персонажа из Mountain Blade. Ну, а когда он откроет рот, он напомнит нам всем еще и Бринелефа Скайримского, Геральта Ревийского, Катав Сапогийского. Его озвучивал Всеволод Кузнецов. Думаю, уже из-за этого, ну и из-за класса и принадлежности, разумеется, игроки будут выбирать именно его. А ведь в игре будет три полноценных персонажа. Войн, вот он, маг, если я правильно помню, волшебница. Надеюсь, ее озвучивает не какой-нибудь поперечный, как сейчас модно. Вообще, созвучка обещает, что все будет хорошо, но, откровенно говоря, российскому игропрому до оценки «хорошо» нужно сильно постараться. Обычно получается приемлемо. Либо актеры не играют, или играют не персонажи, а самих себя, как Петр Гланс, что иногда очень портит впечатление. Либо звукорежиссуры сильно хромает, и персонажи, например, не знают с какой интонацией произносить фразу. Или стесняются кричать в сценах, где нужно вопить от ужаса, а не там делают, знаете, такое несмелое «ААААА!». Рука к лицу так и подползает. Даже, наверное, я, который лох, сыграл бы и то лучше. Хотя нет, не сыграл бы, кого и обманывая. На одном кузнецове нельзя тащить всю игру. Я очень надеюсь, что все будет выше ожидаемого. Из того, что я слышал, пока трудно составить четкую картину. Но в целом озвучка уже закончена, хотя и не прошла без эксцессов. Некоторых актеров пришлось заменять в процессе из-за бушующей на нашей с вами планете трассианской чумы. Надеюсь, это не сказалось в худшую сторону на оформлении. Кстати, любители Валенорского могут воспользоваться субтитрами аж на 20 языках. Зачем так много, непонятно. Ну, сделали-сделали, ладно. Но вернемся к персонажам. Есть еще некий третий персонаж. Его разработчики держат в тайне. Но о своих догадках я скажу чуть позже. Так вот, персонаж тут равен классу. То есть их всего три. Воин, маг и некто. Делайте ставки, ребят. Я вот подозреваю, что в классической тройке трус-балбес бывалый очень не хватает, так знаете ли, ассасина. Но буду удивлен, если придумают что-то иное. Например, траппера или некроманта. Каждый персонаж должен взаимодействовать с миром по-разному. Какие-то пути для одних будут закрыты, для других открыты. Например, маг умный. Он сможет изгнать преграду. А воин умный, но сильный, да? Он будет с преградой воевать. Кроме того, каждый персонаж это личность, не поддающаяся кастомизации. У них есть собственная история и место в мире. Например, воин. Я так и не вспомнил его имя, назову его Геннадий. Так вот, Геннадий будет знаком с некоторыми персонажами. Их отношения сложатся сильно иначе. Возможно, это даже повлияет на квесты. Другой персонаж их уже может вообще не знать. Но будет обязательно знать других. А со всеми, я думаю, так или иначе, игрок столкнется. И реагировать на мир персонаж всегда будет как-то немного иначе, не так как другой. И мир, скорее всего, на него тоже. То есть, разработчики обещают нам три разных геймплея, которые будут схожи в коренной механике, разумеется. Но при том значительно отличаться. И вот тут, как они говорят, выделяется маг. Видите ли, на все заклинания тратится мана. И это ни для кого не новость. Однако в мире игре случилась беда. Магия умирает. Мана – это очень ценный ресурс, который можно высасывать из редких минералов и покупать по конскому прайсу у перекупщиков. Извините. Проблема в том, что в мире ограниченное количество маны. Потраченное уже не вернется. Никакой регенерации нет. И хоть меня и уверяли, что создатели всеми силами пытаются сбалансировать этот момент, не превратив мага в бесполезный персонажа, что они не дают предпочтение воинскому классу, как это делается в 90% компьютерных игр, все же у меня есть серьезные опасения на этот счет. Уж больно часто я слышу об интересной магической системе, а потом вместо Арксфаталис получаю лезть дом Battlemage. Очень надеюсь, что тут все доведут до ума. Во всяком случае, игра за мага обещает быть вдумчивой. Потратить ману на заклинание или лучше дать посохам по башке и не заморачиваться. Обещает магическую систему и аж до 60 заклинаний с учетом вариаций. Посмотрим. Кстати, пару слов о сюжете. Пара потому, что я больше о нем и не знаю. К счастью, я наставил на том, чтобы мне его не сполерили, даже если это можно было бы сделать, потому что рассказ меня заинтриговал. Завязка такая. Короля отравили, несвежими пирожками, видимо. Тот приказал долго жить, причем сделал это на глазах у принца, у своего сына. А виновник, конечно, кто? Нет, не Путин. Геннадий. Да, его обвинили в убийстве короля и бросили в каталажку, где он смиренно кантовался аж полгода, пока его хорошие знакомые не сумели собрать доказательства того, что Геннадий-то оказывается невиновен. Того выпустили на свободу с чистой совестью, и теперь сам принц зовет его к себе, дабы поручить дело об убийстве отца. Тут что-то явно нечисто, и раз произошла подстава, то тем более. Так уж случилось, что Геннадий и по-настоящему не заинтересованное лицо, да еще и бывший гвардейец, он точно сумеет докопаться до правды. Куда он нахрен денется? Ну и дальше уже идет по накатанной. Что меня порадовало, так это некое великое зло, маячащее на горизонте. Точнее, сначала о нем будет ничего неизвестно, но потом оно вдруг даст о себе знать. Знаете, мне это напомнило Неверлинтернайтс 2. Помните, как плавно там шла подача антагонистов? Сначала ими были блейдлинги, потом выяснилось, что за ними стояли гитиянки. Затем оказалось, что гитиянки пытались предотвратить приход короля теней, мощного колдуна-демонолога. Потом, после победы над свитой короля теней, выяснилось, что они скорее даже пешки. Затем забороли короля теней, выяснилось, что он никакой не король теней, а просто фонаревший демонолог, сражавшийся с королем теней. А сам король теней это хтоническое зло, которое если явится в этот мир, то его песец без вариантов. То есть видите, как рос антагонист и менялся в лицах, а главное, как это преподносилось. Ты каждый раз думал, ага, вот кто причина всех моих бед, ату его. И каждый раз размах происходящего рос, как на дрожжах. Вот ты бьешь гопников, а вот ты уже сражаешься с могучей тварью, повелителем нежити. Вот в Кингсбанте обещает примерно нечто подобное. Антагонист будет расти и меняться в наших глазах. Дворцовые интриги отойдут на второй план, а на первый выйдет кошмар из глубин веков, называемый злом. Точнее, у него тоже есть название, но я его снова забыл. Давайте я назову его Василий. Хотя нет, давайте я не буду ерундакой, это получается Геннадий, Василий. В общем, вот это вот зло должно в итоге вытеснить всех с арены. И что-то мне подсказывает, что третий персонаж, которого так яро скрывает разработчики, сам является представителем этой, если можно так сказать, расы, или культ, или что оно там. Короче, он осколок зла, который решил стать осколком добра. Ну или реально некромант. А то ради чего тогда хранить интригу, если это будет очередной ассасин-ловкач, выпивоха по барам и умелый вор, согласитесь. Сюжет, кстати, нелинейен. НПС обещает быть проработанными в характеристиках, и последствия решений будут неочевидными. Что я под этим подразумеваю? А то, что первое впечатление может оказаться обманчивым, и улыбчивый паладин станет последней тварью в итоге, а вечный злой хамящий маг вернейшим союзником. Надеюсь, такого в игре будет немало. Архетипичность персонажа в играх уже набила оскомину. Их угадываешь, как по брошюрке. Давно я не видел чего-то стоящего. Наверное, нужно прекращать играть в Скайрим. Соответственно, перед персонажем будет часто вставать выбор, принять ту или иную сторону. Обещают до четырех возможных решений одного квеста, благодаря тому, что есть почти всегда четыре стороны. Разработчики делают акцент на том, что важно именно действие персонажа, а не просто выбор. По ним игра будет нас судить, и далеко не всегда наше благородство будет окупаться солнцем в небе. Вполне возможно, что нашими благими намерениями взойдет кровавая луна. К примеру, приводить не буду, думаю, вы и сами сможете себе подобное представить. Таким образом, некоторые квестовые линии вполне привычно будут закрываться. Если мы откажемся сотрудничать с персонажем, он махнет рукой на нас и больше не будет предлагать содействия. Все это, как вы понимаете, повышает реиграбельность, и помножьте это еще на трех разных персонажей с разными взглядами на мир. И у игры будет более пяти концовок. Я не знаю, что конкретно разработчики подразумевают под концовками. Спрашивать смысла не было, кто ж мне скажет. Но я точно знаю, что часто игроки подразумевают то, что если персонаж закончил игру в синих трусах и в красных трусах, это две разные концовки. А на деле часто концовки, например, две. Просто есть еще незначительные вариации на вроде тех же трусов. Бывает исключение, тот же Neverwinter. Но именно что бывает? Да, зря это что-то явно необычное. Если все это будет и вправду таким интересным, как я это описал, вот тут вся подача сюжета, да, то ей вполне можно простить любую банальщину в стиле «Опять супер зло пришло и буянит, а ты избранный». А если все это еще и будет подкреплено увлекательным лором, так и вообще здорово получится. Ну а теперь давайте ближе к механике игры. Как и раньше, передвижение по карте происходит от лица главного героя. Правда, опять же, теперь больше это все похоже на РПГ. Карты довольно большие, а главное насыщенные. Даже на обучающей карте нашлось немало квестов. Перемещение, кстати, можно осуществлять как пешком, так и на лошади, либо телепортируясь через стелы. Локации будут, как и положено, окутаны туманом войны. Открываться будут постепенно, будут также скрытые локации с квестами внутри них. Значит, и для исследования простор явно будет. Сами локации выполнены, как уже сказал, красиво. Стиль на дизайнерские, а что до графики, ну, надеюсь, что она станет еще лучше. Но и в принципе и так тоже неплохо. Хотя, конечно, до стандартов 3А проекта довольно далеко. Ну так никто и не претендует. Сразу могу сказать, буду очень рад видеть больше NPC на дорогах. Меня уверили, что так и будет. Просто сейчас в тестировочной версии их мало. Я бы сказал, слишком мало. Мир выглядит пустоватым из-за этого. По населенности это уровень даже ниже Скайрима. Я не прошу, чтобы было как в Новиграде, но хотя бы как в Салитюде с модами. Ну то есть, чтобы дороги и форты не казались пустыми. Также в путешествиях планируют добавить погодные условия, которых пока нет. А вот насчет смены дня и ночи сильно думаю, добавить или нет. Скорее всего, ее не будет. Но путешествие по карте это полдела. Все же это Kings Bounty, а не Deer Easter. Пора рассказать о сражениях. Перемещаясь по карте, мы обязательно нарвемся на врага. Притом, не всегда его будет видно, обещая также рандомные и не очень засады. Но, к слову, мы всегда можем отступить. Враг никуда не уйдет, но и мы дальше не пройдем, пока не получим по шапке. Вход в подсвеченную зону будет чреват боем. Правда, говорят, что некоторые бои можно будет обойти, если поискать обходной путь. Увы, но заходить со спины смысла нет. Войска привязаны к местам, да и в режиме боя инициативы и прочие моменты будут зависеть только от показателей героя. Перед боем нам покажут панели с описанием состава вражеской и нашей армии. У панели есть также возможность перехода в подробный бестиарий, где тебе расскажут все о существе. Бестиарии тут, кстати, говорят про работу, но самих существ вообще целая гора. 50 разновидностей, которых ты можешь нанять в свою армию. Как и в случае с героями меча и магии, тут есть возможность улучшать бойца, правда не за ресурсы, а за получаемый ими опыт в бою. Соответственно, у них есть три стадии развития, на каждой из которых они немножко меняются, в том числе и визуально. То есть 50 юнитов можно смело умножать на три. И это еще не считая существ, которых в армию взять не получится, как тех же представителей зла. Итог, их реально много. В бою первым, что бросается в глаза, это то, что количество солдат в ячейке больше не показано, как раньше цифры под юнитом. Теперь, если у тебя 15 солдат, то в ячейке будут стоять 15 солдат. Кстати, по той же причине 15 это ограничение для ячейки. Больше просто нельзя, ну потому что некуда их банально впихнуть визуально даже, да? Это также обуславливается тем, что разработчики хотят, чтобы у нас была не гигантская армия, а такое небольшое воинство, которому и внимание проще уделять. Тут некоторые говорили, что из-за этого игра стала скорее как Total War, нежели King's Bounty. Нет, это не Total War, это все та же King's Bounty, только версии 2.0. Систему с цифровым показателем разработчики считают архаичностью, и с этим на самом деле трудно спорить. Да, многие эти элементы с бородатых годов стали уже частью такого вот стиля, ретро-стиля. Но если подумать, а почему было сделано именно так? Да потому, вот касаемо того же обозначения, что в те годы компьютеры не были способны отрисовать столько юнитов вот никак. Заметьте, та же история со стратегиями. Раньше человек 50 на поле боя оказались ордой, компудакторы пыхтели от натуги. А теперь взгляните на серию Total War. На любую игру серии Total War, сотни, если не тысячи юнитов, это и есть технический прогресс. Тут решили тоже идти в ногу с ним, поэтому будет вот так вот. Лично мне это решение нравится. Также нравится и то, что механика взаимодействия физических моделей бойцов доработана. Теперь отряд солдат не заблокирует дорогу другому отряду солдат, они просто взаиморастворятся. Так что если хотите как раньше блокировать лучников или магов, ставьте не отряд, а что-то покрупнее, и какого-нибудь юнита внушительных размеров, там, не знаю, гидру или что там еще у них будет. Давно пора. Что еще бросается в глаза, так это арена. Опять же, от условности, когда подгружается отдельное поле боя, решили отказаться. Это надоедает уже после 20-го боя, потому что ты видел их уже все на локацию. Тут бой происходит в том же месте, где он, собственно, и начался. Вступили в схватку в деревне, будет, значит, в деревне. Нарвались в замки, будет замок. Причем тот же самый, все объекты будут на месте. Соответственно, на карте, как и раньше, будут препятствия в виде 3D-объектов, но теперь они играют более значимую роль. За ними можно не увидеть врага. Вот, серьезно. За ними можно спрятать свой отряд. Они могут перекрыть траекторию полета снаряда, или стрелы, или магии. Разработчики даже добавили полную их разрушаемость, но решили отказаться от этой идеи, чтобы игроки думали тактически, а не перли на пролом, разрушая все вокруг. По поводу предварительной расстановки пока неизвестно. Создатели еще думают, стоит ли ее вводить. Зато вели надгробие на месте смерти вражеских юнитов. Уж не знаю зачем, но снова наталкиваюсь на мысли о некромантии. Карты, кстати, растут. Сперва они маленькие, затем уже действительно большие на целую прорву ячеек. И говорят, что то, что я видел, не предел. Будут вроде даже огромные карты. И также будет иметь значение ландшафт. Помимо препятствий будут еще и возвышенности, из которых стало бы выкурить вражеских лучников и магов и заселить туда своих. Также из-за разности карты, разного размера отрядов, а также из-за кучи разновидностей противников на поле боя будет возникать множество разных ситуаций. И в итоге универсальных бойцов в отряде, с которыми можно было бы пройти всю игру, просто не найдется. А знаете, чего еще не найдется? Боссов. Как в прошлых играх серии, вот этих вот гигантских черепах и прочего. Боссы будут, но в виде вражеских героев. Так их можно персонифицировать и рассказать нужную для сюжета историю, чтобы игроки понимали, кто перед ними стоит. В остальном же система, как в героях, сам персонаж не сражается, ограничиваясь, например, чтением свитков или колдовством. Сражаются только юниты. Кстати, за это они получают опыт, при том именно те, которые сражаются. То есть, если юнит просто стоит и делает вид, что прикрывает отряд, так он из рядовых никогда не вылезет. И если его только и дело, что бьют, тоже. Хотя, казалось бы, от постоянного битья он должен был понабрать немало жизненного опыта. Исключением будет являться момент, если получение урона является способностью. Например, прикрытие щитом у ратников из пятых героев, если помните. Такое решение заставит игроков тщательнее продумывать бой и ликвидировать такие вот простои. У всех без исключения юнитов есть пассивные и активные умения, и с ростом уровня их количество будет увеличиваться. Всего для юнитов отведено 5 ячеек, плюс шестая для сюжетных юнитов. Нанимаются они у особых NPC, у рекрутеров, за ресурс которых тут, кроме маны, еще два. Это деньги и лидерство. Деньги ты получаешь за задание, или шмонай сундуки и продавай трофеи. Вот, кстати, тут все же присутствует момент кастомизации. Все надетое на персонажа будет честно отображаться визуально. Плюс ко всему, из вещей можно собирать комплекты, в том числе комбинированные. Так что поиск артефактов тут обещает быть интересным. Ну а ненужный хлам можно продать, а на золото купить солдат. Лидерство будет зарабатываться при победе в бою. Хочешь крутых рыцарей в отряд, докажи им, что ты не сучка. Также лидерство будут добавлять некоторые артефакты. Радует то, что хоть количество ячеек для юнитов ограничено, вы можете накупить их много, а лишних отправить в резерв. И достать их оттуда в любой момент вне боя. Это также бывает полезно, если есть нестыковки по мировоззрению. Да, это система морали. Персонаж ведь тоже получает очки талантов и очки морали за бои, за квесты, за красивые глаза. Можно развиваться в разных направлениях. Тайные знания, сила магии, военные дела и прочие родные подвиги. Полезно также комбинировать разные школы и направления, но не стоит этим увлекаться. Разработчики хотят, чтобы вы экспериментировали, но можно, знаете ли, стать посредственностью во всем. Аккуратнее с этим. Хотя обещают, что можно будет единожды сбросить навыки. Помимо мастерских навыков, есть также то самое мировоззрение и мораль. Мораль от доброго к анархичному имеет вроде бы аж 7 ступеней. То есть не как в ДНД-системе. Также в этом мире существует 4 миропорядка, 4 точки направлений мировоззрения. И тут не как у богов хаоса, когда Дзинч ненавидит Нурглак, Хорнс, Леонеш. Тут все недолюбливают друг друга одинаково. Изначально герой нейтрален, но от поступков эта нейтральность будет перекашиваться в ту или иную сторону, меняя ход действий. Обещают также ту самую серую мораль, когда мир не черно-белый, даже добрые люди делают ужасные вещи и наоборот. Вот на это я бы, кстати, посмотрел. Мировоззрение будет влиять на задания, у решений будут последствия. Все это еще больше повысит реиграбельность, если учесть также мораль и прокачку. И трех персонажей. Мораль влияет и на юнитов тоже. Самый простейший пример. Нежить и живые. Помните, как это было в Героях Меча и Магии, да? Нежить и плевать на мораль, а вот живым рядом с ними как-то неуютно. Инициатива падает. В Kings Bounty 2 падать будет не только инициатива. Ухудшаются характеристики, некоторые умения не работают, ходы пропускаются. В общем, будет полный разброт и шатание. А вот пока войска в резерве, они нейтральны. Так что, возможно, порой нужно будет также прикидывать расстановку войск по типам на каждый случай жизни, что в принципе добавит игре глубины. Ну и как я мог не спросить, в принципе, о саундтреке и об озвучке в целом, да? В итоге выяснилось, что композитор уже другой, пока не называют его. Но, судя по перечисленным регалиям, в ремесло он магьет. Мне называли каких-то знаменитостей, которым он сводил альбомы. Мне это ни о чем не говорит, лишь бы музыка была красивая, подходящая и запоминающаяся. Обещают стилистику классического фэнтези с оркестром и женским вокалом. Будет очень интересно послушать. Со стороны оценить было сложно, это нужно играть самому. Что же до озвучки? Снова возвращаемся к этому вопросу, да? Разработчики позвали людей не с улицы. То есть, как в Киберпанке, не будет, что, как по мне, уже комплимент. Да, будут знакомые голоса вроде тех же Кузнецова или Гланса, но их хоть слушать приятно. Возможно, даже Борис Репертор засветится. Забавно, раньше он меня бесил из-за засилия во всех играх подряд, а теперь я как-то даже соскучился. Так что жду, наверное, даже его озвучки. В итоге, говорят, больше 80 актеров засвечено. И это, знаете ли, хорошо. Беда о той же Скоримовской локализации в разнообразии голосов, которого нет вообще. Тут, по идее, все должно быть качественно. Вот, в общем-то, все, что мне удалось узнать. Как видите, все сказанное похоже на интересный проект. Обещают и загадки, и многоступенчатые головоломки, и интересные бои, и увлекательный сюжет, и вариативность прохождения заданий. Всего обещают и помногу. И все это часов на 50 прохождений минимум. Кстати, доступная игра будет помимо стандартного набора из компудактора, иксбакса и проистейшена, еще и на свище. Понятное дело с доунгрейдом графики, но обещает выжать из нее все возможности. Ожидаемая дата выхода игры – март 2021 года, и команда сильно сомневается, что даже при выселении трассианской чумы будут серьезные задержки. Загадывать не будем, но, кажется, весна порадует нас не только цветами и собачьим дерьмом на потаявшем снегу, но и интересной игрой российского производства. И искренне надеюсь, что Kings Bounty 2 кажется действительно достойным проектом. Что ж, сидим и ждем. КОНЕЦ